Семья сфера, мыслящие миры и научное знание. Сергей Николаевич, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Мой доклад, который имеет подзаголовок об одной идее Юрия Лотмана, уже дважды в разных формах представлялся на научных мероприятиях онлайн. Первый раз еще в очень примитивной форме в виде перерывательных заметок. Почти два года назад на видеосеминарии под сложным названием, сейчас перевожу с английского, «Оперы Лотман. Объективное знание. Мировое древо. Семиотика культуры и теория семиосферы». Он был организован Михаилом Лотманом и Игорем Пильщиковым. Это приблизительно на базе Итальевского университета. И второй раз уже в виде полного окончательного текста на большой славистической конференции на Китай летом прошлого, 23-го года. Сама статья, которая теперь лишь в основе доклада, написана на английском языке и представлена в один новый славистический журнал, который собирается сгустить в Италии. Но пока не ополековано, поэтому не грех и должен продолжить ее еще и в третий раз. Благо, что аудитория совсем сильно отличная от двух прежних. Итак, речь идет о знаменитой идее семиосферы, которая появилась в некоторых поздних текстах Юрия Михайловича Лотмана. Эта идея сегодня очень широко обсуждается. В качестве ссылки могу упомянуть, вышедший около двух лет назад в Англии большой том «Compendion to Yuri Lottman», в котором в семиосфере посвящена, разумеется, специальная статья Петра Торопа, и к ней две-три страницы библиографии. Это все работы по интерпретации семиосферы. Большинство этих работ рассматривают семиосферу как операциональное понятие, проверяя его применимость к различным областям культурных исследований. Я же в своем опыте попытаюсь проанализировать тоже идею средствами интеллектуальной истории, стремясь уточнить тот междисциплинарный фон, на котором она возникает, логику ее формирования и некоторые внутренние напряжения, которые возникают из этой логики. Известно, что интеллектуальная эволюция Юрия Лотмана вела его от микросемиотики к макросемиотике. То есть от теории отдельных текстов, например, художественных, к теории общих, более не глобальных, культурных единств. Она следовала к характерному пути дисциплинарной экспансии. Семиотика Лотмана последовательно осваивала все новые области действительности, расширяя свой кругозор от отдельных текстуальных структур к метаструктурам, которыми управляется универсом сознания. На этом пути Лотман неизбежно должен был столкнуться с проблемой целостности, тотальности, которая вообще критически сложна для структуральных исследований. Из известных уже старой книгой Патрика Сирио «Структура и целостность», которая показывала, как в раннем структурализме и Капсона, и Трубецкого была тенденция подменять понятие структуры совсем иным понятием органической целостности. Вот такие некоторые пережитки из этого органицизма XIX века встречаются и у самого Лотмана. В частности, в своих работах по поэтике он довольно часто употреблял понятие органического единства. И это такое единство текста, которое должно диагностически преодолевать различия между его частями. Ну, я уже делал на эту тему своими доклады, здесь же в МГИ о семиотике и диалектике у Лотмана. Вот там часто я про него затрагивался. В 80-м годах, то есть в поздний период творчества Юрия Михайловича Лотмана, эта тенденция к тотализации получила свое продолжение, почти завершение в создании понятия семиосферы. То есть в такой особой целостности довольно довольственной по своей природе. Вот на этом как раз хотелось осуществить наше внимание. Значение этого понятия, которое Лотман ввел в своей инноваторской статье о семиосфере, опубликованной в 17-м году трудов по знаковым системам в 84-м году. Странно колеблющееся. В первом своем определении оно покрывает весь процесс, вернее, всю сферу семиосиса, включая в себя все существующие, даже все возможные тексты и языки культуры. Вот это определение. Можно рассматривать семиотическим универсумом как совокупность отдельных текстов и замкнутые подошли друг к другу языку. Тогда все здание будет выглядеть как составленные отдельных кирпичиков. Однако более плодотворно представляется противоположный подход. Все семиотическое пространство может рассматриваться как единый механизм, если не организм. Заметим этот уговор. Тогда первичный окажется не тот или иной кирпичик, а большая система, именуемая семиосферой. Семиосфера есть то семиотическое пространство, вне которого невозможно само существование семиотиса. То есть семиосфера, в случае, это все, где происходят семиотические процессы. Но почти сразу же, вслед за этим определением, Лотман называет семиосферой уже нечто другое. Уже не универсальное пространство, а индивидуальную систему, которая характеризуется ее границами и отделяется от других семиотических систем, которыми она взаимодействует. И сказано очевидно, пришло буквально на следующую страницу, что понятие границы соотносительно понятия семиотической индивидуальности. В этом смысле можно сказать, что семиосфера есть семиотическая личность и разделяет такое свойство личности, как соединение эмпирической беспонлицы, интуитивной очевидности этого понятия, причаянная трудность ее формального определения. Нескими годами позже когда Лотман излагал ту же самую теорию почти в сходных текстах для своей книги, предназначенной для издания на английском языке, которая вышла по названию Universal of the Mind в 90-м году, он повторяет фактически то же самое двойное определение семиосфера. С одной стороны, я буду цитировать русскую версию этой книги, первоначально в 96-м году, это из 99-м. Так вот, неразложимым работающим механизмом единицы семиозиса следует считать не отдельно язык, а все присуще данной культуре семиотическое пространство. Опять семиосфера охватывается бы все, добавлено еще к культур. Но тут же следующее, не сразу, правда, а через несколько страниц. Наиболее горящими точками семиобразовательных процессов являются границы семиосферы. Понимаете, граница есть двусмысленная. С одной стороны, она разделяется, другой соединяет. Она всегда граница с чем-то, и следовательно, одновременно принадлежит обеим пограничным культурам, обеим взаимно прилегающим семиосферам. Граница би- и полилингвистичная, граница механизма перевода текста чужой семиотики на язык нашей, вместо трансформации внешнего во внутреннее. Это фильтрующая мембрана, которая трансформирует чужие тексты настолько, чтобы они вписывались в внутреннюю семиотику семиосферы, оставаясь однако инородными. Вот, заметим, это выражение принадлежит обеим пограничным культурам, обеим взаимоприлегающим семиосферам. Получается, что семиосфера уже не одна, их может быть как минимум две, а может быть и больше. И вот у Лоттмана можно найти довольно много примеров такого двойного понимания семиосферы. Чтобы их не умножать, я приведу еще один любопытный пример, где понятие семиосферы даже не везде употребляется, вернее, тот термин семиосферы употребляется не везде, а вот понятие, безусловно, в нем налицо. Я только что упомянул книгу Лоттмана Universe of the Mind, допечатанную в английском переводе в 90-м году. И она была переиздана в русской версии в 96-м и 99-м годах, то есть после смерти автора, в оригинале под названием «Внутри мыслящих миров». «Человек, текст семиосферы, история». Очевидно, что слова «юниверс», «Стеленная» и «мир» это более-менее вольные эквиваленты слова «семиосфера». Но очевидно различие двух названий, двух заголовок. Английское название, по-видимому, предложенное автору либо переводчице Анн Шукман или издателем, предполагает существование одного единого универсума. Тогда как русское название отсылает ко множественным мирам, к различным индивидуализированным целам. Я благодарю редактора русского издания ученицу Юрия Михайловича Лотмана Татьяну Митлевну Кузовкину за консультацию по этому вопросу. Она подтвердила то, что я сам подозревал, что русское название воспроизводит авторский оригинал по рукописи, которая была получена от английского издательства, американского издательства, выпустившую английскую версию. Так что перед нами с другой стороны английское название наверняка было согласовано с автором. Поэтому перед нами два разных варианта концептуализации понимания одного и того же понятия. Семиосфера единая, семиосфера множественная. То есть получается, что согласно Лотману существует как бы два вида семиотических тотальностей, два вида семиосфер. Глобальная и частная, бесконечная и конечная, большая и малая, всемирная и ограниченная. В таком дуализме отражается на более специальном терминологическом уровне также и двойное употребление слова культура, которое в Лотману в поздний период очень часто употребляется. Но культура была для него основным предметом исследований 70-80-е годы. Но иногда она означает заимствованное из фиософской антропологии 19-го века понятие культуры в единственном числе бывает даже с заглавной буквы то есть уникального и всеохватывающей целостности всех человеческих дел все культурные продукции противоположность природе. А иногда она отсылает ко множественным и вариативным культурам во множественном числе. Как они определялись в 20-м веке эмпирической и компаративистской антропологии. Как объяснить эту двойственность понятия семейосферы? Можно понашли несколько объяснений, несколько толкований, которые различаются по тому типу динамики и тому типу негативности, которая в них предполагается. Первые толкования, наверное, наиболее очевидные, приходящие на ум, если мы попытаемся редусировать эту двойственность. Первое толкование относится к чистой семиотике. Имеется в виду мысли два вида тотальности как иерархические, сопочиненные до другой. Так что более конкретные семиотические личности подчинены большой системе семиотического пространства включены в него как меньшая система в большую и это пространство логически им предшествует. Вот по крайней мере два примера толкования. Одно пишет Михаилу Лотману, он пишет, перебошу статью с английского, что с точки зрения семиосиса семиосфера есть целое, семиосфера как целое есть изначальное единство, которое разделяется на простые подчиненные системы. И другая статья Петера Торопа из путеводителя к Юрию Лотману о семиосфере. В то время как биосфера есть планетарный феномен и тем самым законченная структурная часть нашей планеты, семиосфера это бесконечная целостность, означающая человеческую культуру в ее глобальном смысле, которая создает внутри себя культурную и тем самым структурную разнообразие. Семиосфера включает территориальные, социальные, культурные, индивидуальные идентичности, которые в свою очередь выражаются семиосферами разных уровней. Такая интерпретация является преобладающей, господствующей в современной критике. Вот пример. во время первой международной встречи по исследованию семиосферы, так называлось это мероприятие, переводить с английского, оно стояло в Бразилии, в Сан-Пауло, в 2005 году, Кали Викуль провел такое эмпирическое исследование. Он собрал у своих коллег не много, не мало 17 рабочих определений семиосферы. Вот некоторые из них. Первый из них самому полю, поэтому там биосемиотический термин Умбельт. Семиосфера это набор всех соединенных между собой Умбельтов. Каждые два Умбельта, когда они сообщаются между собой, являются частью одной и той же семиосферы. Другое определение, уже не его. Семиосфера это мир множественных истин, множественных миров. Мир множественных миров. И третье. Семиосфера таким образом это целостность связанных между собой знаков. Сфера, которая покрывает весь мир. Я приведу некоторые примеры. У них очень характерна готовность включить меньшие семиосферы в большую, одни меры, множественные меры в больший мир, и тем самым редусировать двойственные лопновские идеи. В такой интерпретации негативность семиосферы фактически исключается. Вернее, она включается в нее только извне. Она вводится аналитикам, которые различают и подчиняют друг другу тотальности разного уровня. Он говорит, что это одна семиосфера, а это другая. Однако остается невыясненным один момент. Вообще говоря, и глобальные, и частные системы должны были бы быть одной и той же природой. Но на самом деле, если читать Юрия Лотмана, частная природа отличается, частная семиосфера отличается от всеобщей благодаря своему динамическому характеру. Потому что не только одна семиосфера отличается от другой соседней, в принципе любые объекты отличаются друг от друга, но она еще активно отграничивает понятие границы, активно диссоциирует себя от других. Ее отличие от других семиосфер это не факт классификации или логического различения с точки зрения аналитика и даже не факт механической артикуляции систем в рамках какого-то стабильного неподвижного устройства. Но скорее это результат процесса органической самоизоляции. И вот это наводит на мысли о другом возможной интерпретации, которая будет базироваться уже не на биологии. Известно, что Лосман довольно часто обращался к дисциплине, особенно в поздний период, трактуя художественное естество как наподобие живых организмов и, что еще более важно, структурируя целостную культуру по модели функциональной асимметрии человеческого мозга. Я уже отмечал сегодня его неоднократно встречающийся термин органического единства, и мы видели, что в его первом определении семиосферы уже содержалось любопытное упоминание организма. Хотя с осторожной оговоркой, помните, семиотическое пространство может осматриваться как единый механизм, если не организм. А несколькими страницами ниже он опять вводит ту же самую метафору организма, но это уже без всяких оговорок. Внутреннее разнообразие семиосферы развивает ее целостность. Части входят в целое не как механические детали, а как органы в организм. Существенной особенностью структурного построения ядерных механизмов опечатка семиосферы является то, что каждая ее часть сама представляет собой целая замкнутая в своей структурной самостоятельности. Опять-таки известно, что Лотман строил свое понятие семиосферы по образцу понятий биосферы и ноусферы, введенных в свое время Владимиром Вернацким. Он цитирует Вернацкого в обоих изложениях своей теории в статье о семиосфере 1984 года и в своей книге 1990 года. В то время как биосфера и даже ноусфера представляют собой некоторые материальные образования, пространство семиосферы носит абстрактный характер. Об этом прямо говорится у Лотмана. Биосфера Вернацкого космический механизм, занимающий определенную структуру местопланетарного единства, если ноусфера, как и биосфера, имеет материальное пространственное бытие, охватывая часть нашей планеты, то пространство семиосферы носит абстрактный характер. Однако эта абстрактность не мешает семиосфере вести себя наподобие живому организму. В самом деле семиосфера отличает себя, не просто объективно отличается, а активно отличает себя от своей среды. Она работает как фильтрующая мембрана, помните, которая сортирует и поглощает только усвояемые съедобные, грубо говоря, элементы. Она трансформирует, переводит их на другой язык с тем, чтобы их усвоить. То есть осуществляемая ею негативность свойственна скорее биологической особи, отделенной и отделяющей себя от среды. понятно, что такой процесс может происходить только с конечной семиосферой, с подчиненными органическими единствами, которые сравнимы с индивидуальными биологическими существами, которые находятся в определенной внешней среде. эту среду, вернее, субстанции из-за среды они могут фильтровать. На против того, большая бесконечная семиосфера это космический механизм коэстенсивность всему универсуму. У него нет по преддверию ничего снаружи, ничего культурного, ничего семиотического. Поэтому лотмановская идея внешней границы в данном случае, по-видимому, неприменима. Такую семиосферу можно описывать не столько как дискретный отделенный от среды организм, сколько как непрерывную и вездесущую живую материю, на самом деле пленку, покрывающую поверхность всей планеты. В этом смысле два вида семиотических тотальностей как будто соответствуют двум аспектам любого объекта. С одной стороны это материя, бесконечная семиосфера, поделяющаяся своей материи семиотической. И с другой стороны формы, конечная семиосфера, которая поделяется своей границей, как она сформирована. В живых организмах, как известно, негативность служит, с одной стороны, для самозащиты отдельных особей. Она блокирует поникновение неблагоприятных внешних факторов, эвакуирует наружу отходы жизненных процессов и, тем самым, поддерживает организм состояния гомеостазиса. И, с другой стороны, та же негативность работает при эволюции живых видов, при замене поколений и даже старых видов новыми в условиях естественного отбора. Судя по всему, Лотман думал прежде всего о своей теории семиосферы, думал прежде всего именно о гомеостазисе. У него трудно найти идею ненакопительной и недерепической негативности, которая вообще-то состояла широко в западной философии XX века и у Фрейда с его инстинктом смерти, и у Жоржа Батая с его теорией непродуктивной траты, и у Жанна Бадрияра в книге «Символический обмен и смерть». Но, по-видимому, Лотман, даже если издан некоторые из этих работ, он не включал в свое активное мышление. Семиосфера для него заключается в том, что она отбрасывает все чуждое ей, все то, что нельзя усвоить, и накапливает полезную информацию с тем, чтобы повысить свое собственное внутреннее разнообразие, собственное информационное богатство. Эту идею накопления Лотман развертывал еще начиная со своей структуральной поэтики в 60-х годах, пытаясь объяснить даже эстетическое достоинство какого-нибудь текста, то есть конечной подчиненной семиосферы, ее информативным богатством. Красота есть информация, описывая в лекции по структуральной поэтике. Однако, его статья о семиосфере позволяет нащупать еще одно, третье понимание этого концепта. Оно, наверное, наиболее бедло выражено и наиболее интуитивно в нем статья представлена. В самом деле, внешняя граница семиосферы работает в обоих направлениях. С одной стороны, она действительно подохраняет гомеостазис подчиненной внутренней конечной семиосферы, отделяя его и внутреннее пространство от внешнего пространства. любой границы пленки от мембраны живой клетки до биосферы, как по вернадскому пленке, покрывающей нашу планету, живой клетке до биосферы, покрывающей нашу планету, и границы семиосферы сводятся к ограничению проникновения, фильтрации и адаптирующей переработки внешнего во внутреннее. Но, с другой стороны, та же самая граница служит для проецирования внутреннего пространства во внешнее пространство, в ходе которого создается образ этого внешнего пространства внутри конечной внутренней семиосферы. Поскольку граница, пишет Лотман, необходимая часть семиосферы, то семиосфера нуждается в неорганизованном внешнем окружении и конструирует его себе в случае отсутствия. Культура создает не только свою внутреннюю организацию, но и свой тип внешней дезорганизации. Античность конструирует себе варваров, а сознание подсознание. Создавать такую якобы хаотичную внешнюю сферу, обладающую с особым типом внутренней дезорганизации, это фактически начает воображать нечто неизвестное и, может быть, даже объективно несуществующее. И вот с тобой. Благодаря такому акту воображения, придумывания, изобретения, семиосфера по-моему становится субъектом. Очень симптоматично, что в своих двух примерах Лотман иллюстрирует этот факт, приводя в качестве примера объекты макросемиотики, культура с соответствующими ей варварами и микросемиотики, человеческая душа, разделяющая себя на сознание и бессознательное. Вот это все явно аспекты или атрибуты сознания, субъективного мышления. Вот почему третья возможная интерпретация его теории смиосферы это философская интерпретация, где будут связаны между собой проблемы негативности и субъективности. Надо признать, что понятие субъективности скорее находится в пренебрежении у Лотмана, просто потому, что оно принадлежит спекулятивной философии, которую он не очень любил. Тем не менее, он все-таки отсылает в не очень явной форме к этому понятию, когда говорил, помните, я приводил свое определение, о семиотической личности семиосферы. Личность и субъективность довольно близкие понятия. И более того, в разных своих работах он пытался разматривать культуру, то есть в общем семиосферу, как коллективный интеллект. Например, в статье «Феномен культуры» сверхиндивидуальный интеллект или культура, написанная в этой статье. А все-таки интеллект, он, конечно, не совсем равен сознанию, но является необходимым, хотя бы не остаточным условием субъективности. В такой перспективе бесконечная и конечная семиосфера, семиосфера двух видов, будут различаться как объекты и субъекты, как фотосматическое самопредставление и реальное бытие этих самых мыслящих миров. Бесконечная семиосфера имеет глобальный характер и не имеет ничего вне себя, в чем она могла бы образовать себя семиотические объекты. Мы можем лишь аналитически рассматривать ее как глобальный объект нашего собственного исследования. Но против того, конечная семиосфера это некоторая разновидность индивидуального сознания, ну или коллективного сознания, но обладающего примерно те же чертами. Что позволяет уже представить себе что-то некое иное по отношению к ней. И здесь динамическая негативность принимает уже форму самопроекции. Одновременно самоограничение. Это не я, вот что говорит семиосфера, когда отделяет себя от чего-то внешнего. Это объект, а я субъект. В принципе любой живой организм обладает какой-то физической оболочкой кожи, шкуры, панцирем и так далее, которая отделяет его от внешней среды. Но только мыслящий субъект может рефлективно осознавать свое отличие от среды и строить предположения о том, как устроена эта внешняя среда. Мыслящие субъекты могут приобретать знания об этой внешней среде, которые, конечно, не всегда являются точным, очень часто ошибочным, но которые основаны на дистантном объективном рассмотрении, на расстоянии, которые разделяет субъект от объекта познания. Эти три различающие интерпретации семиосферы можно представить в виде таблицы. Это будет мой последний слайд. Три разных дисциплины, с помощью которых можно объяснить звезденность семиосферы, по-разному интерпретируют способ организации того, что находится в семиосфере, и звезденности негативности, которые соответствуют. Для семиосферы, как говорится, о сопричиненных друг к другу системах, одна система включается в другую, и негативность в них системная, то есть аналитическое чисто внешнее различение. Биология говорит о материи и форме, и тогда негативность имеет органический характер, это самозащита гомеостазиса индивидуальной особи. И, наконец, философия тактует различие семиосферы как объект и субъект. Различие между рефлексивные одна семиосфера мыслит о другой. И вот в этой точке, здесь я подбираюсь на концу своего доклада, лопмановская теория сталкивается, семиотическая теория, сталкивается с эпистемиологией научного познания. Его понятие семиосферы было создано в рамках импетических наук. Оно предназначено для познания объектов, а не субъектов мышления. Известно, что Лохман был ученый, прочно ухрененный в научном сценитистском смысле мышления. Он не мог себе позволить спекулятивный философский подход. Вот почему его идея семиосферы как мыслящего мира оказывается вот такой проблематичной и даже в чем-то противоречивой. В самом деле, мир, если рассматривать его как целостную целостную универсу, не может мыслить. Или, по крайней мере, он не может быть сознательным субъектом, просто потому, что у него нет никакого внешнего объекта мышления. Мы лишь в метафорическом смысле можем иногда говорить, иногда употреблять слово мир во множественном числе, а говорить о мыслящих мирах. Поэтому, пытаясь осуществить свою семиотическую тотализацию, Лохман попал в некоторую противоречивую ситуацию. С одной стороны, он критиковал позитивистский редукционизм, в котором простые объекты сводятся к сумме, извините, сложные объекты сводятся к сумме простых, а сложные структуры выглядят, как будто они были построены из отдельных кирпичек. структуры. Он брал в себе союзники ученого естественного Кавернацкого и заменял такое атомистическое представление хористическим видением, которое признает первенство целого по отношению к своим частям. Но, с другой стороны, он не мог не понимать, что мыслящие субъекты, кроме разве что Бога, никогда не бывают вездесущими и никогда не бывают идентичны целому миру. У них всегда есть какое-то конкретное местоположение в этом мире, описываемое границей. Из первого представления хористического вытекало определение семиосферы как бесконечного семиотического пространства, предшествующего всем конкретным фактам культуры, которые могут иметь место внутри него, исключающего, вообще говоря, любое внешнее пространство. А из второго представления вытекала идея конечной семиосферы как семиотической личности, которая может быть очень сложной и разнообразной внутри себя, но при этом отрезанной, отделяющей себя от своего окружения. Надо напомнить, что наука сама по себе есть определенная семиосфера, работающая именно по образцу конечной семиосферы. У нее есть своя собственная форма познавательной негативности. Она, конечно, мыслит себя как всеохватывающая в отношении своих объектов. Ее поле исследования распространяется на все, что есть в мире, но одновременно она субъективно отделяет себя от всех ненаучных форм знания. Иногда она еще специально берет в качестве объекта критического изменения исследования, особенно гуманитарных наук. Наука подобной семиосфере фильтрует поступающую к ней информацию и ведет критический диалог с теми, что находятся снаружи. Именно так должен функционировать научный дискурс, и так должны существовать здоровые научные институции. А накопление научного знания это как раз и есть идеальное выражение научной интеллектуальной позиции. Однако наука все-таки некое экстенсивно всей культуре. Есть кое-что другое. И поэтому двойственная модель семиосферы лишь отчасти объясняет артикуляцию науки. Вот почему развивая дальше свое теоретическое исследование культуры, Лотману пришлось через несколько лет обратиться к другой модели для объяснения культурной динамики. Эта новая модель была основана уже не на пространственных, а на временных, темпоральных понятиях, которые противостоят друг другу уже не как внешнее и внутреннее области, а как два исторических состояния, которые сменяют друг друга во времени, а именно гомеостатическое состояние культуры и революционное состояние взрыва. Я разумеется, это целая последняя бежитая книга Лотмана. Но и стоит объяснять эту последнюю концепцию Лотмана будет уже предметом другого вероятно научного исследования. На сегодня я закончил, благодарю за внимание. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Можно вопросы? Да, конечно. Юрий Троицкий, Сергей Николаевич, огромное спасибо за очень содержательный доклад, лекцию. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что когда вы говорите о субъектности неудушевленных частей, рассматриваем Юрием Михайловичем, это отсылка к латуровской осубъективации, когда, скажем, приборы исследователя типа микроскопа он тоже осубъективировал? Нет, я думаю, нет. Не только потому, что Ладора, по-видимому, не считала просто и посторанная была еще, но и потому, что сами предметы имеют разную природу. Речь идет не о материальных предметах, которые могут получать какую-то посторанную субъектность, а о семиосферах, о культурных формациях, не имеющие материальной природы, он прямо писал, что семиосферами это абстрактное пространство, они состоят, они не имеют материи, состоят только из отношений, как полагается, структуралистскому образованию, и они внутри себя очень сложны, множественны по устройству, включают в себя разные постсистемы, разные менты, соединяющиеся с сложными отношениями. Нет, это другой подход, более системный, более тотализирующий, наверное, чем латура, если я правильно понимаю самого латура. Спасибо. А нельзя ли, Сергей Николаевич, рассмотреть эту коллизию, которую вы делали предметом анализа, ну, грубо говоря, некоторые аллюзии квантовой физики, я имею в виду принцип дуализма, и все зависит от эпистемологического ракурса, то есть квант и частица и волна зависит от позиции и так далее. В этом смысле вот тогда получается вот эта двойственность семейосферы, которая стала предметом вашего рассмотрения у Локмана, как раз это коллизия антологического и эпистемологического. Потому что, помните, Ковицкий называл радиоструктурализм, когда во всем виделась структура, она предмечивалась, овеществлялась, он это назвал остроумно наивной антологизацией, да, вот, когда инструмент исследователя, его конструкт становился как бы вещью. А вот в этом смысле нельзя ли рассмотреть интерпретацию Локмановской коллизии с точки зрения вот дуализма квантовой физики? Это очень интересное предложение, я о нем не думал, оно в пункт не распрощает дальнейшего обновления, но хотя бы потому, что современные достижения физики Локману были известны и так или иначе его интересовали это точно. Поэтому двойственная интуиция семиосферы, которую он предложил в своих воспоминаниях работах, она в самом деле может как-то быть связана с принципом неподеленности Гейзенберга или с другими концепциями, которые пытаются в рамках естественных физических наук продемонстрировать принципиальную двойственность не сводимость к одному началу в данном случае природных явлений. Локман проецирует ту же самую двойственность на исследовании культуры. Наверное, это в самом деле вполне возможный исследовательский ход. Спасибо. Спасибо вам. Пардон, еще вопросы, пожалуйста, коллеги. Сергей Миклович поднимает руку. Лен, можно? Да, Сергей Миклович. Спасибо. Знаете, я рискну задать такой вопрос, с одной стороны наивный, с другой стороны может быть не очень может прозвучать он прозвучит уважительно в памяти Юрия Михайловича. Я должен признаться, что я почти не читал эти его работы по семиосфере, но вот в том изложении, которое вы дали в цитатах, я не увидел никакого определения этого слова или этого понятия, собственно говоря, и порядка отступления скажу, я лишний раз подтвердил свое впечатление, что Лотман, конечно, действовал официально в сфере науки, но вообще он был больше поэтом, так сказать, таким строгим ученым, по-моему. И вот на меня все эти построения производят впечатление таких скорее поэтических конструкций. Но вот все-таки получаю, так, у меня создалось впечатление, что Лотман как бы думал, что вот слово семиосфера само себе объясняет, как вот биосфера, ноосфера, семиосфера, ну да, сфера знаков, хотя никто ведь толком не знает, что такое знак, и нету опыта, так сказать, приемлемого для всех определения слова знака. Вот есть ли в текстах Лотмана какое-то все-таки определение термина семиосфера? Я это покажу. Неописание, вот что с одной стороны тотальность, с другой стороны не тотальность, это уже не определение, а как бы так сказать описание вот идеи. Вот определение есть или нет? если понимать исключительно фразу построенную типа семиосфера тире это есть и так далее и так далее, то такой фразы может быть в основном не найдется. Тем не менее показанные фрагменты из его статьи логически а не грамматически вполне являются определениями. Из них можно вытянуть достаточно четкие атрибуты, по которым это понятие отличается от всяких других. Другое дело, что эти определения в самом деле неоднозначны. В одних случаях семиосферы определяются так, в других иначе. Эта двойственность, как я пытался показать, не случайная ошибка, не случайная небрежность мысли, она целая к неким фундаментальным обстоятельствам научного и философского мышления, с которыми приходится иметь дело, когда определяешь такие глобальные такие широкомасштабные, такие высоко обобщенные понятия. Что касается дискурса Лопонна является поэтическим или научным, я не буду здесь спорить, это вопрос, наверное, вкусовой. Могу так сказать, что огромное количество ученых в мире считает дискурс безусловно научным, собирают многочисленные конференции по обсуждению понятия семиосферы, прилагают его для исследования разных культурных ситуаций в разных странах и в разное время, оно работает. При всей своей неоднозначности оно обладает операциональной ценностью. Те механизмы работы границы, которые отличаются семиосферы от того, что по ту сторону это безусловно очень глубокое и действенное описание. Но, повторяю, желающий, конечно, может воспринимать это как художественную речь. Я помню, как один известный отечественный философ много лет назад признавался, что читал микологические следы Левистронса как эротический роман. В одно же ему было. Да, нет, но, понимаете, вот в цитатах звучат такие вещи «именуемые семиосферой». То есть у меня все-таки такое впечатление, что для Лотмана слово семиосфера было само себе объясняющее, как и слово семиотика, в конце концов, и слово знак. И в этом смысле сложность наследия Лотмана и почему собственно говоря, по крайней мере у нас и во всем мире семиотика не сложилась действительно в какую-то такую строгую научную дисциплину с общепринятыми какими-то, так сказать, понятиями и методами исследования. Сколько семиотиков, столько и семиотик, насколько я знаю и понимаю. Хорошо, вы мне ответили действительно, как вы это все представляете. Но ладно, я тогда на этом молкаю. коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Я вижу поднятую руку. Мария Борисовна Плюханова. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Мария Борисовна Плюханова, да? Здравствуйте. Вопрос, продолжающий предыдущую тему. Вы сказали, что понятие семиосферы работает, возвращаясь к предыдущему разговору. Мы знаем, и вы совершенно прекрасно это показали, что понятие семиосферы крайне противоречивое. Мы знаем, как оно складывалось уже очень позднего Лотмана, который не искал возможности создания какой-то целостной теории и не имел для этого особенных сил и средств. Но сложилось понятие семиосферы, которая, как вы говорите, работает и которая имеет чрезвычайно сильный резонанс. Вот вопрос мой к вам. Вы знаете литературу о семиосфере. Как она работает? Она работает так, как в вашем случае, то есть продуцирует исследование ее самой семиосферы и описание понятия семиосферы у Лотмана или она порождает какие-то другие созданные другие коды, к чему-то прилагается, работает на каких-то полях. Как она функционирует? То способ, которым я применю это понятие, конечно, редкий, потому что я беру это понятие в абстрактном виде и в самом деле ищу в нем внутренние противоречия, они в нем есть, ищу его внутреннюю структуру, которая основана на некоторых напряжениях и неоднозначности. Тем не менее, мне не раз приходилось читать и слушать доклады исследования, где понятие семиосферы применяется к эмпирическому материалу. Например, особенно это практикуется в так называемом cultural studies, где описывается субкультура какого-нибудь этноса, класса, социальной группы, как особая семиосфера, отличающая себя от господствующей культуры, допустим, страны, Южной Америки или Европы или чего-нибудь еще. И прослеживаются механизмы взаимодействия этой большой и малой семиотической структуры. Прослеживается работа границы, которая фильтрует информацию от одной системы к другой, которая трансформирует эту информацию так, чтобы она могла быть усвоена в другой культуре. В некоторых случаях это исследование сближается с другой современной спорной довольно дисциплиной постклониальными исследованиями, потому что культура, которая взаимодействует, часто находится в отношениях исторического или даже актуального господства подчинения, когда одна культура более сильная, другая более слабая. И в ходе взаимодействия между ними возникают всякие псевдоморфозы, гибридные образования, одна культура подражает другой. Это некоторое развитие того, о чем писал Лотман, хотя, может быть, не прямо вслед за ним, но к этому тоже вполне применима общая семиотическая модель, предложенная им. Так что я еще не могу назвать много конкретных имен, скажем, в библиографии к статье Торопа из путеводителей по Лотману довольно много названо всяких всяких работ изразумится не исчерпывающий перечень. Так что думаю, да, скорее все-таки работает. Не столько в абстрактной семиотике, сколько более конкретных эмпирических исследований. культурные исследования и посткарминальные исследования они мастера по оседланию терминов. И будет ли возможно заменить понятие семиосферы, как они его используют, каким-нибудь другим более приличным, то есть более привычным типа системы знаков или просто культуры или что-нибудь такое. Или все-таки они какую-то эссенцию извлекают из понятия семиосферы? Ну, все-таки семиосфера это более абстрактное понятие, которое, несомненно, было создано для того, чтобы преодолеть, оставить позади всякие ценностные коннотации, которые связаны со словом культура. Культура как идеологическое образование, как достояние, наследство, как признак цивилизованности и тому подобные вещи. Это, конечно, мешает пониманию культуры, когда мы пытаемся применять его как конкретному материалу объективно и беспристрастно. И в этом смысле понятие семиосферы оно у него есть своя арктическая выгода по сравнению с понятием культуры, например. Может, можно придумать какой-то другой бой, тоже когнитивно нейтральное, на них хуже работающее понятие. Я его не знаю, но это возможно. Спасибо. Спасибо. Коллеги, обсуждаем. Еще вопрос, пожалуйста. Так, Наталья Ивановна, слушаю вас. Я бы заступилась несколько за Лотмана, возразив Сергея Дмитриевича и поддержав Сергея Николаевича. Дело в том, что, понимаете, Сергей Николаевич очень четко подчеркнул, что делал, во-первых, в принципе в науке Сергей Дмитриевич ни физики, ни химики, ни биологи не работают с дефинициями. Понимаете, для них важен аппарат, действительно, чтобы следовать империи. И рано или поздно, особенно в биологии, большая проблема. Как помыслить целостность? Вот понятно, что в организме ты ее не найдешь. Однако организм, вот это было очень хорошо подчеркнуто в докладе. И, конечно, Лотман является, и он очень большой интерес вызывает, как представитель методологического мышления, понимаете, вполне научного, не более и не хуже, чем у Максвелла, который размышлял об уравнении, ну, построил, в конечном счете, уравнение электромагнитного поля, а понятие поля для физики того времени вообще было каким-то неслыханным и вообще непонятным. Потому что невидимое взаимодействие, вот когда мы видим, как тела взаимодействуют, то понятно. А тут, понимаете, ну, наткнулись-то на магнетизм, а это невидимое взаимодействие, надо его как-то мыстрить. И вот приходится, начинает с Максвелла, с познавательных метафор. Максвелл пишет, что без познавательных метафор мы вообще никуда не двинемся. И поначалу он представляет поле по аналогии с уравнениями гидродинамики, то есть совсем другой сферы. Ну, понятно, что Юрий Михайлович воспользовался Вернадским. Вот очередной юбилей Вернадского. Все мы пытаемся сказать еще что-то. И вот понятно, что безумно мутное понятие на сферы, с которым мы вообще не знаем, что делать, потому что Невернадский это не доработал. А вот с биосферой все гораздо лучше. Вчера слушал доклад «Биосфера как геологическая сила». Вот там все становится на места и понятно, что переворот происходит в геологии, потому что дело в том, какую роль живые организмы, ну, раз мы сказали организмы, то уже надо мыслить тотальность, целостность, поэтому появляется соответствующее слово. И естественно, когда мы говорим о знаковых системах, это очень устаревшее слово. Очень. Оно вот не динамичное до предела, понимаете. Системами являются радиотехнические наши устройства. Вот компьютер передо мной, вот это все система, там части и, так сказать, связи между ними. Их там припаивают. А вот в культуре, в истории, в темпоральности нужно какое-то другое представление. Поэтому трудность у Юрия Михайловича была в том, что он чувствует, он пытается, он понимает, что надо построить новое обмышление. А это всегда дело темное. Дойдет, не дойдет, но дефиниции тут невозможны. И по возможности надо действительно просмотреть те моменты. И Сергей Николаевич вот указал одно, но действительно с особым культуры столько коннотаций, что лучше от него отказаться, потому что культурное, некультурное и так далее, и так далее. Это первая и такая очень ненужная ассоциация, с которой тем не менее приходится бороться. Если говорить о тотальности, в которой надо мыслить культуру, то думаю, что именно семья сферы тем и хороша. Она действительно ведет наше мышление познаванию и научению мысли катальности. Вот это самое главное. Что недоработано? Это уже наше дело с этим работать, посмотреть, но это как очки. Вот очки, понимаете, это новые очки, и через них надо смотреть на наш эмпирический материал, который мы знаем, как материал рассыпанный, в общем-то. Я думаю, что здесь при всей действительно какой-то неопределенности она продемонстрирована, но конечно, с одной стороны, Юрий Львович правильно упомянул физику, но не думаю, что здесь дуализм частицы волны. Скорее тут то мышление, которое тоже там не сразу удавалось, вот это мышление, так сказать, идущие, но это трудно давалось физике, факт, что в частных дисциплинах это вообще необходимо, все равно нужны детали, нужна вот эта вот, но потом нужна связь, и тогда, наверное, мы будем пользоваться в первую очередь понятиями, которые имеют вот эта сверичность в своем именовании и так далее. Это очень важный момент. Ну, дорога, может быть, не пройдена, но зато такой шаг. Это феноменальный пример методологического мышления, социогуманитарных дисциплинах мышления. Здесь такие шаги делаются крайне редко, поэтому, конечно, спасибо за доклад, и надо как бы двигаться дальше вот просто в этом направлении, несмотря на все какие-то неясности. мне там не кажется, что все убедительно с философским пониманием. Понимаете, по отношению философских категорий попытка снять субъект объектное противопоставление, она висит в воздухе. И довольно давно, я бы сказал, весь 20-й век. И такие-сякие попытки, ну, сейчас не к месту об этом говорить, но когда мы пытаемся, вот мы, вот обратите внимание, Сергей Дмитриевич, мы говорим общество. Понимаете, вот это слово устарело явно для того, чтобы выразить социальную реальность, о которой мы говорим. Теперь мы предпочитаем говорить социум, чтобы безлично было, потому что про общество хочет сказать, что оно состоит из людей. А вот тут уж вспомним Латурова, ну, вообще-то мы употребляем слово актор, понимаете, актор, вот, но скорее социум на нас надевает себя, мы им обладеваем и становимся акторами в социуме. Потом это назовут субъективностью, да, там насчет субъективности очень, так сказать, скользкое место, непонятно, сколько субъективного в моем субъективном мире. Это совершенно непонятно. Поэтому Путин, про который говорит Лотман, он, по-моему, кардинально методологически важный. Вот за это, конечно, спасибо большое Сергею Николаевичу. Можно реплику к связи с тем, что Наталья Ивановна сказала? Конечно, конечно. Доклад Сергея Николаевича как раз и вызывает вот эту очень мощную проблему гуманитарных терминах и понятий, потому что они явно отличаются от тех понятий, которые существуют в исследованиях, ну, естественно, научного цикла и так далее. Вот смотрите, когда-то Ухтарский предложил понятие функционального органа, который сейчас все эти десятилетия активно используется в психологии, в медицине и так далее. Что такое функциональный орган? Это под конкретную задачу, у них даже у психологов появился слоган «Задача создает орган». Под конкретную задачу собирается зонтичное понятие функционального органа. Ну, например, понятие понимания, если это взять нерасхожный смысл, так сказать, имеющий кучу коннотаций, а вот как условное понятие строгое. функциональный орган понимания включает в себя внимание, распознавание, субъектный опыт человека и еще несколько вещей. Как только задача выполнена в конкретном исследовании органам функционального понимания, понятие рассыпается и таким образом создаются такие виртуальные понятия, которые решают определенные задачи. Мне кажется, особенно в пресловутую, как так говорят, постнеклассическую научную эпоху, понятия поплыли, границы и так далее. Гибридность, такое частотное слово не случайно, разрушение четких границ, жанров и прочих вещей. Так вот, мне кажется, доклад Сергея Николаевича как раз и в эту сторону может быть началом обсуждения очень важной проблемы. понятия в истории идей, понятия в гуманитарной сфере, как эпистемологическая проблема. Поэтому, мне кажется, очень точно сейчас Наталья Ивановна сформулировала и эту проблему тоже. Спасибо. Если кто-то из нас умеет поднять эту перчатку, это, знаете, довольно сложно. Коллеги? Можно? Да, конечно. Слушаем вас. Я бы хотела добавить некоторый ракурс к проблеме, которая сейчас возникает. Ну, во-первых, мне кажется, что следует вписать все происходящее с анализом понятия семиосферы Лотмана, Лотмановской семиосферы, в более крупные процессы, которые рассматривают культур-социология, социология, философия культуры и рассматривают, связывают это с понятием кризиса поздней модерности. И вот, говоря о кризисе поздней модерности, как раз говорится прежде всего о так называемом парадоксе, кентаврическом состоянии, когда старые представления об антологии, гносеологии, эпистемологии, сталкиваются с их неприменимостью или искажающейся трактовкой, искажающейся с позицией предшествующей парадигмы. И вот, скажем, кентаврическое состояние или парадокс тощен, как определил один современный российский социолог эту ситуацию, говорит о том, что вот этот кризис поздней модерности, который наблюдается на протяжении всего XX века и XXI естественно, он и показывает, что кардинально меняется позиция наблюдателя, позиция исследователя, позиция и позиция актора. И вот в этих изменяющихся позициях происходит нечто, о чем писали и Хабермас, и Бауман, и те же самые космисты русские, и тот же Вернацкий, и Теярда Шарден, который слушал лекции Вернацкого в Сорбоне, происходит то, что в ситуации неопределенности возникает сначала терминологическая метафора, которая становится чем-то вроде таким вот щупом, палкой, с которым исследователь идет по болоту. И чем дальше, тем больше он находит твердых островков, где этот щуп превращается уже из метафоры в ту самую инструментальную поддержку и отвердевшее понятие, которое затем перейдет без уже часто без рефлексии к его основанию в применение прикладное. Вот, мне кажется, в докладе Сергея Николаевича была попытка показать, как в динамике использования вот этой метафоры у самого исследователя, который, в общем, занимается позицией социального конструирования реальности, принципиально отличной позиции от всей классической науки 19 века, как происходит это отвердение и превращение в нечто более прикладное. И этим и интересен и доклад и, в общем, то, что делал Лотман. Но Лотман в этом плане, он, как мне кажется, действительно один из многих, кто работал в ситуации кризиса поздней модерности. Спасибо. Да, спасибо. Это интересная интерпретация и, разумеется, та процедура познания, которую мы сейчас обозначили, она же реально существует и применяется широко. Это такая современная герменевтика, которая применяется вовсе не к текстам и вообще не к дикультурным фактам, а к любым познаваемым объектам. Я только боюсь, что сам Юрий Михайлович Лотман, если бы ему рассказать такую интерпретацию его действий, с ним бы не согласился, потому что он себя рассматривал как позитивного ученого, ориентирующегося на традиции не только гуманитарной, но и естественной науки, пожалуй, даже не только 20-го, сколько 19-го века, определенно недоверчивого к философской рефлексии, какой бы то ни было, не обязательно марксистской, но даже современной мировой, для него все-таки познание, наверное, имело другую идеальную схему. Это определенные индукции, идущие от конкретных наблюдений от исторической эрудиции к заключениям и созданию общих понятий. Концентр этого понятия семейосферы было всего лишь одним из последних понятий, которые создал Лотман в своей теории культуры. До этого было много других, которые формулировали 70-е годы в статьях по семейосферии типологии культуры. Так что он скорее шел не от гипотетического понятия, которое дальше проверяется на практике, от пути постепенного усложнения, постепенного обобщения, все большего обобщения эмпирических знаний. Но, наверное, можно попробовать интерпретировать это и так, как вы предлагаете, потому что мы не обязаны во всем соглашаться с самопредставлением самого ученого. Совершенно верно. Я согласна с тем, что мы не должны соглашаться с самоопределением самого ученого, иначе мы застряли бы на определении флагистона, который когда-то был. Мы должны пересматривать место в культуре той или иной теории, той или иной методологии, что и происходит в последнее время. Вот такое смутное состояние умов не только в гуманитарных, но и в социальных науках и естественных, наверное, я здесь не специалист никак, последнего века даже, говорит как раз о вот этой необходимости пересмотра. Мы в ситуации радикального слома парадигм, всех парадигм, в том числе и культурных, и социальных, и научных. И эта ситуация неопределенности и порождает с одной стороны ситуацию, ну, скажем так, радикального эпистемологического сомнения, а с другой стороны необыкновенная эпистемологическая свобода. А теперь я знаю, что изобрел Лотман. Он изобрел флагистон. Можно добавить другими словами. Многое, что делается, так сказать, в Лотмановедине, и ваш сейчас замечательный доклад представляет собой явление противоречий в построениях Лотмана, и это делается очень успешно и очень продуктивно. И мне кажется, что Лотман, то есть мне кажется, а я в этом убеждена, отдавал себе отчет противоречивости его построений и непоследовательность его формулировок. Не только в том, что касается семиосферы, но и в предшествующих его идеях. И он очень любил и часто цитировал стихи «Противоречия очень много, но их исправить не хочу». И, видимо, это противоречивость своих построений он считал продуктивной. И, видимо, так оно и есть. Какая-то такая глубокая продуктивность в его противоречивости есть. Противоречивости построений и непоследовательности в использовании терминов пишут все, в особенности переводчики Лотмана. Но это одна из основ того чрезвычайного успеха его мысли и продуктивности его мысли свидетелем, которым мы являемся. Вы хотите сказать, что Лотман намеренно давал хлеб будущим интерпретаторам, да? Нет, он считал, что противоречивость продуктивна. Он, так сказать, в этом отдавал себе отчет и опирался на Пушкина, с которого он во многом исходил. Да-да-да, его биография Пушкина это точно показывает. Это точно, да. Спасибо. Здорово. Но это судьба всякого лидера. Да не только лидера, мы все даем будущим интерпретаторам, чтобы не сказать психоаналитикам. Насколько в самом деле Лотман сознавал неоднозначность своей мысли, это очень интересное было бы исследование, как кажется, до сих пор никто его не провел. Моя Борисовна совершенно права, что исследование Лотмана постоянно занято поиском зазоров неоднозначности продуктивных напряжений в его идти. И это в самом деле не означает какого-то принижения того, что он сделал, а скорее выявление его внутренней динамики какие концы он пытался свести вместе. Эти концы ведь не случайно придуманы, они объективно существуют в том, что он изучал культуре, в нашей жизни, в конце концов. И нащепать эти концы непонятно сходящиеся вместе можно именно посредством выявления логических несогласованностей, неоднозначностей даже противоречей в его мысли. А вот насколько Стандерин сознательно применял к научному дискурсу этот девиз Пушкина, которым он заканчивает Евгений Гене Онегине в романе в стихах, я не знаю, это интересная гипотеза. В любом случае, гений парадокса друг. Надеюсь, что кушетка психоаналитика Юрия Михайловича никогда там не окажется. Он бы в ужас пришел с его отношения к псевдизму. Да, спасибо. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Ну, наверное, мы завершаем. Да, Сергей Николаевич? Спасибо всем большое. Был очень интересный доклад и яркое обсуждение. Приходите на следующей неделе. Будет доклад, доклад, сейчас я скажу, рассылку уже сделала Завьяловой. Завьяловой, да, сейчас не могу найти. Ну, в общем, вас все будет, ждем. Да, да, точно. Ждем всех через неделю. Приходите, пожалуйста. До свидания. Спасибо. Спасибо, коллеги. Рига 84. Всего доброго. До свидания.